доводы.ру представляет Некоторые люди, наблюдая войны, преступления, катаклизмы, голод, одним словом, зло, торжествующее в этом мире, естественным образом задается таким вопросом «Если есть в мире Бог, о милости и могуществе которого столько говорят, почему ему не остановить это зло?» Данный вопрос не новый. Во времена жизни Эпикура, древнегреческого философа, этим вопросом также задавались. И он изложил следующий тезис о Боге и зле. Он говорил «Если Бог желает предотвратить зло, но не может, тогда он не всемогущ. Может, но не желает, тогда он недобр. И может и желает, тогда откуда зло? Или не может и не желает, тогда вообще зачем звать его Богом?» То есть все сводится к двум вещам. Либо Бог не способен остановить зло, либо он сам является его соучастником, ну или даже скорее автором. Несостоятельность тезиса Эпикура доказали давно. Свой ответ о том, почему Бог допускает зло, изложили разные мыслители и философские школы. Религия объясняет этот вопрос предельно ясно. Дело в том, что у человека на земле есть право выбора. И это право выбора позволяет человеку действовать по своему желанию, ну в рамках определенных границ. То есть Бог дал возможность человеку жить на этой земле согласно его собственному выбору, без принуждения. Вот человек и живет, изредка достойно зачастую все зло. Злой пожинает. Свалить вину на Бога неправильно. Человек сам автор зла, которое его окружает. Разве Бог начал Вторую мировую войну? Разве Бог установил мировой экономический кризис, взвинтив цены на нефть? Разве Бог стал причиной распространения СПИДа? Конечно нет. Все дурное, что происходит в этом мире, является деятельностью самого человека. На индивидуальном уровне или общественном. Неважно. Бог не ответственен за зло, которое мы сами себе приготовили. Конечно, Он может все это остановить, но человек, как мы говорили, имеет право жить в этом мире согласно его собственному выбору. Да, зло будет остановлено. Да, человек ответит за свои деяния, но не в этом мире. А пока человек живет в той обстановке, которую он сам создал вокруг себя. Несомненно, зло – дело рук человека. Но бывает и так, что то, что мы называем злом, постигает нас и без нашего в нем участия. Ну, например, в дом бьет молния, и дом сгорает. Человек не виноват. Общество тоже. Но у человека постигло зло. Значит, автор этого зла все-таки Бог. Дело в том, что человек со своим ограниченным разумом способен видеть и анализировать события лишь в узких рамках своего понимания. Его разум не может найти и проанализировать цепь событий так же широко, как Бог. Ведь если бы он мог это сделать, то мог бы увидеть, что не всегда то, что мы называем злом, несет нам зло. К примеру, у того, у кого сгорел этот дом, возможно, избежал посягательств на этот дом, грабежа и свое убийство в процессе этого. То есть, то зло, которое он называл злом, по сути, им не являлось. Еще более банальный пример ограниченный разум ребенка. Вот в горьком лекарстве или уколе видит очевидное зло. Хотя взрослые, имеющие чуть больше разума, прекрасно понимают, что зло как раз-таки в отсутствии этого лекарства. Согласитесь, нам иногда неприятно то, что в конечном счете является благом для нас. А иногда любим то, что является злом для нас. Бог знает, мы не знаем. Есть другие примеры зла в нашем мире. Например, иногда беды и потрясения становятся причиной для того, чтобы человек приближался к Богу, отдалялся от греха. Бывает, что безгрешный подвергается бедам для того, чтобы достичь еще лучшего положения перед Господом. И опять же, разве можно обвинить в этом Бога? И какова роль Бога в этом так называемом зле? С вами наш канал Довод и Вера. Не делайте зла. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода.